ЕГЭ хотят отменить. С таким предложением выступили депутаты. Законопроект рассмотрят уже в октябре этого года. Парламентарии считают, что для подготовки к экзаменам школьники тратят слишком много ресурсов. Также многие абитуриенты, которые получили высокие баллы, могут не попасть в институт из-за призеров Олимпиад. А задания в тестах, отмечают депутаты, не всегда соответствуют школьной программе. При этом сторона против отмены не видит конкретики. Людей волнует, что хорошую альтернативу ЕГЭ пока не придумали. В этой теме разбиралась моя коллега Надежда Шепенева. Она сейчас в студии. Надь, привет. Насколько эффективна отмена единого государственного экзамена? Даша, привет. Добрый вечер телезрителям. Об эффективности решения сейчас идет очень много споров. Некоторые считают, что отменять ЕГЭ не надо, так как это удобно. Другие только рады, если такой формат сдачи экзаменов уйдет в прошлое. Люди делятся, что одно только упоминание ЕГЭ вызывает у школьников страх и стресс. Но сначала я расскажу, откуда пошла инициатива и для чего она нужна. Внесли законопроект представители трех думских фракций – КПРФ, ЛДПР и партия «Справедливая Россия». Его планируют рассмотреть на первом чтении в октябре. Депутаты предлагают заменить ЕГЭ на традиционные билеты. Своё решение объясняют высокими расходами на подготовку к экзаменам, бессмысленным заучиванием и высоким стрессом для поступающих. Сам проект есть на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. В настоящее время очевидно, что реформа образования, начатая с введением ЕГЭ, не приносит ожидаемых результатов, которые должны были бы также выражаться в более высоком качестве знаний и доступности высшего образования. Содержание ЕГЭ оторвано от школьного курса. Для эффективной подготовки учащегося к ЕГЭ необходимо дополнительно нанимать репетиторов, услуги которых отличаются высокой стоимостью и непосильны для многих родителей. Однако нашлись и те, кто против отмены ЕГЭ. По словам президента Московского государственного технического университета имени Баумана Анатолия Александрова, проблема действительно есть. Однако к её решению нужно подходить аккуратно. Если пойти на то, чтобы отменить ЕГЭ, нужно провести огромную подготовительную работу. Потому что уже давно нет экзаменационных комиссий и прочего. Тут надо, может быть, подходы поменять в школе в том числе, потому что у нас бесконечно готовят ребят к этим тестированиям, вместо того, чтобы заниматься сутью вопроса. Давайте ещё поломаем этот ЕГЭ, и у нас сумятица начнётся в образовании. Это очень опасно. С таким же мнением, что ЕГЭ отменять опасно, выступают и аналитики. Эксперты считают, что перед такими решениями важно учитывать не только взгляды вузов и властей, но и абитуриентов. И это логично. ЕГЭ сдают не депутаты и чиновники, а школьники. Поэтому именно их мнение нужно брать в первую очередь. Из альтернатив специалисты предлагают усовершенствовать систему экзамена. Вот мы отменяем ЕГЭ. А дальше-то что? К чему мы придём? Какие будут варианты? И вот здесь очень-очень всё сложно, потому что они говорят, нам надо вернуться к советской системе так, как было раньше, так же было клёво. Но вот так, как клёво было, уже не получится. Первое. Первое, самое важное. Надо опросить самих школьников. Они знают лучше всего всё про ЕГЭ. Второе. Обязательно. Надо по итогам провести реформу ЕГЭ. Реформа ЕГЭ должна заключаться в том, чтобы увеличивалось количество возможностей для школьников, а не сокращалось. Изначально, по данным пояснительной записки депутатов, ЕГЭ вели, чтобы избавиться от коррупции в вузах и школах. Но, как заявляют авторы проекта, это не помогло. При этом общественники считают, что отмена ЕГЭ и возвращение вступительных по билетам только снова приведут к коррупции. Если говорить о том, что очень много денег требуется на репетитора, простите, а сколько будет требоваться денег на коррупцию в 90-х годах, я вот сама из 90-х, сколько людей давали, чтобы поступить. То есть, вот, это были вопиющие факты. Поэтому в этом случае, я думаю, что я бы ЕГЭ оставила. Просто его немножко дорабатывать надо. ЕГЭ ты можешь подать на апелляцию. То есть, ты можешь драться за свои оценки. А в обычном экзамене это практически невозможно. Репетиторы, в свою очередь, считают, что отмена единого государственного экзамена вызовет еще больше стресса у школьников. По их словам, у каждого университета своя программа. И, соответственно, вступительные экзамены будут у всех разные. Поэтому подготовка займет больше времени и сил. К тому же, с одним ЕГЭ можно подать документы в несколько вузов сразу. С мнением по поводу отмены, варианта отмены ЕГЭ довольно негативные. Почему? Потому что дети уже настроены на это, преподаватели настроены. Унифицированная система помогает поступать ребятам во все вузы страны. Не только наши красноярские, допустим. Как практикующие преподаватели я понимаю, что для ребенка некая унификация заданий, то, что они похожи, то, что это тестовый вариант, то, что можно нарешивать, то, что известны какие-либо варианты заданий, помогает настроиться на экзамен, тем самым избегать этого стресса великого просто, который их и так накрывает на самом-то деле. С универсальностью системы ЕГЭ согласны и сами выпускники, которые не так давно вышли из-за парт. Также в пользу ЕГЭ абитуриенты приводят еще и возможность выбраться из дальних уголков страны. Например, так легче поступить в те же Москву или Питер, делятся студенты. Ребята из глубинки, они будут иметь меньше возможности поступать в центральные столичные вузы, в престижные вузы, потому что вообще талантливые школьники, но они всегда нацеливаются на престижное обучение. ЕГЭ, оно мне помогло поступить туда, куда я хотела. А с системой традиционных экзаменов, я думаю, у меня бы не получилось этого сделать, потому что программы школьные очень сильно различаются от города в город. Но вместо того, чтобы его усовершенствовать, потому что идея самая по себе очень хорошая, его зачем-то хотят отменить. Если закон об отмене ЕГЭ примут, то в силу он сможет вступить уже 1 января 2025 года. Напомню, единый государственный экзамен ввели еще в 2009 году. За все время его существования споры об эффективности не утихали. Были и скандалы, и положительные моменты. Однако, как сообщают Бизнес.ФМ со ссылкой на Роснадзор, экзамен отменят только тогда, когда появится альтернатива. Но пока, отмечают в ведомстве, такой альтернативы нет. Будем следить за ситуацией дальше. Даша, на этом у меня все. Все.